Это организаторы сегодняшней онлайн-конференции. Его доклад «Умный контроль. Как повысить продуктивность работы персонала без стресса». Ну что, давайте поприветствуем. Здравствуйте. Коллеги, здравствуйте. Спасибо большое, что Юрий передал информацию, эстафетную палочку мне. Коллеги, я обращаюсь к вам именно словом «коллеги» не случайно, потому что мой доклад направлен в первую очередь для управленцев, собственников, первых лиц компаний. И сегодня у меня очень много полезного, плотного такого контента. Я постараюсь за 30 минут рассказать о важном, о главном, что поможет эффективнее внедрить Bittrex 24 в любой другой программный софт, который у вас есть, интегрировать их. Вообще сделать любую инновацию намного проще. Но конкретно сегодня по большей части я буду говорить именно про умном, эффективном контроле, соблюдением баланса, чтобы не переборщить ни в одну, ни в другую сторону. Сначала я расскажу информацию про, такую, знаете, знам информацию, знания про то, как вообще люди думают, биологию поведения, некоторые примеры. Потому что, понимаете, программным обеспечением только проблему не решить. Это показывает наш опыт. Мы, как компания, уже 15 лет работаем с различными компаниями, внедряем им информационные системы, организуем процесс лидогенерации. И изнутри видели абсолютно различные системы управления, абсолютно разные команды, абсолютно разных лидеров, управленцев. Видели абсолютно разные отрасли, например, там, застройщик, торгов, производственные компании, а не только производственные компании, B2B-компании, то есть розничные сети. И в каждой компании есть своя специфика, которая нам давала определенный опыт. Мы наблюдали, смотрели, внедряя эти инструменты, информационные технологии, лучшие практики менеджмента, мы видели, как это отдает отдачу. И сегодня я вам приведу информацию, которая, в принципе, подходит для любых компаний. То есть она агрегирована, это суммированная информация. И контент, он полезен будет как для маленьких компаний, потому что, особенно первая часть компании, первая часть контента моего доклада, потому что там общие вещи, в принципе, вообще касательно управления. Будет у вас два человека, четыре или десять. А вторая часть доклада, где я приведу рабочую систему, которая выстроена у нас, которую мы помогаем внедрять другим компаниям, но нашим клиентам, то там, конечно, это уже активно подходит для компаний, там, 10+, там, 20+, человек. Вот. И вы увидите прям работающую систему, как это работает. Также будет 10 минут на вопросы. Там я могу ответить, как представитель компании, который в полях внедряет разные информационные системы, на ваши любые вопросы и с удовольствием отвечу. Итак, поехали. Первое, с чем мы работаем, как управленцы, это люди. Мы управляем людьми. А только уже люди управляют временем, процессами и всем остальным. Поэтому нам надо знать матчасть. То есть мы должны понимать, как устроены люди. Ну, с позиции их биологии и поведения, конкретно в менеджменте. Поэтому давайте рассмотрим, какие существуют проблемы. Ну, первая основная проблема, что люди несовершенны. Мы все несовершенны, потому что мы люди. Я вам покажу несколько примеров, почему это именно так. Тут важный такой момент, что контент, который я предлагаю сегодня, опять же, поясню, что он направлен именно с позиции управления, и мои примеры и пояснения будут в рамках управления. Итак, давайте посмотрим, почему мы не одинаковые. Есть колоколообразная кривая Гаусса, показывающая нормальное распределение в любой большой выборке. Людей это тоже касается. Ну, если мы берем, например, людей, если мы производим изделия, там та же кривая и тот же физический закон проявляется. Но сегодня говорим про людей. Смотрите, тут просто пример, который я вам показываю, работает на уровень IQ. То есть у нас не все люди одинаковые. То есть есть люди с высоким IQ, есть люди с нормальным IQ, и есть люди с низким IQ. И то же самое касается, ну, процентовка тут указана, я не буду на этом акцентировать внимание, вы прекрасно все это видите. Дополнительно, конечно, можете изучить информацию по этой теме. Но важно, что эффективное меньшинство, оно делает, ну, обычно, вот я его называю эффективным меньшинством, оно находится с правой части. Вот, и это 14%, 2% и вот 0,1%. Эти люди всегда двигают, ну, вперед всеобщую нашу популяцию, да. Пассионарии, назовем их так, есть альтернативное название. Так вот, очень часто мы видим, что люди, которые становятся руководителями подразделений, топ-менеджерами крупных компаний, но в основном это в линейном менеджменте происходит, они сами являются именно такими, то есть они относятся вот к эффективному меньшинству, к этой части. То есть они эффективны, производительны, то есть не обязательно, чтобы уровень IQ был высокий, я тут просто на примере IQ это показал, это важно, да. Они, например, ответственность также распределяется, производительность труда также соотносится, соответственно, к этой кривой. Так вот, обычно руководителями, кого мы ставим подразделения? Самых там ответственных, или тот, кто делает свою работу очень хорошо, и мы его назначаем руководителем. Так вот, эти руководители чаще всего не знают о вот этой кривой. И они думают, что если они сами такие, что их не нужно контролировать, их не нужно как-то мотивировать дополнительно, ну и так далее, и так далее, то есть организовывать, да, то они думают, что и все другие люди такие же. Но, к сожалению, это не так. То есть есть физический закон, который всегда работает. И вот этот график нужно всегда показывать всем вашим управленцам. С ними беседовать и объяснять, что коллеги, не все такие, как ты. Причем эту проблему я наблюдаю очень долго, и она не лечится иногда годами, даже, ну там, 5-8 лет у меня этот процесс проходил, потому что я сам всегда почему-то думал, что, ну, все такие же, как я, ну, сами должны взять и сделать. Зачем контролировать? Зачем мотивировать? Зачем организовывать дополнительно? Дали тебе задачу? Выполняй. Но, к сожалению, большинство не таких. И второй такой момент, на который я хочу обратить внимание, связанный с этим графиком, что вот эта нормальная часть, которая большинство людей, да, она склонна к тому, чтобы быстро скатываться в негативный фон. Я это называю эффектом плохой картошки, когда в одном мешке есть одна гнилая или две гнилых картошки, то большая часть картошки очень быстро загнивает. И также в компании, если вы не будете заниматься контролем, не будете заниматься организацией, мотивацией, то есть выполнять основные функции менеджмента, то коллектив очень быстро начинает скатываться в наименее эффективную часть. А если вы знаете уже об этой причине, я вот всегда говорю, если вы знаете уже диагноз, да, вон правильно вам поставили диагноз, вам будет проще вылечить любую болезнь. Обратите внимание на этот график, очень рекомендую, в жизни он показывает, что всегда работает, и любой коллектив рано или поздно приходит в этой тенденции. Ваша задача – двигать нормальную основную часть сотрудников ваших в правую часть, чтобы они становились более эффективными. Второй момент, на котором хочу акцентировать внимание, это такой феномен, который называется индекс дистанции власти. К сожалению, очень моему большому сожалению, я о нем узнал там несколько лет назад, и, соответственно, из-за этого допускал очень много ошибок. Каких именно конкретно? Вообще этот параметр, он влияет абсолютно на разные области жизни, там, например, начиная от безопасности полетов, авиации. Кстати, пример очень хорошо написан в этой книге «Гении-аутсайдеры». Обязательно рекомендую. Шикарная книга, читается просто на ура, и очень там хорошо описана и эта ситуация, и много других. Но там именно про безопасность. Я хочу вернуться в русло менеджмента, именно управления людьми. Так вот, в разных странах соответствующий разный индекс дистанции власти. Было проведено исследование голландским ученым в 80-е годы, который проводил на базе компании IBM в их 60 офисов в разных странах. Они думали, что если у них одинаковая корпоративная культура, значит, в принципе, все процессы и люди должны себя вести одинаково. Но практика показала, что нет. Например, там в азиатских странах были одни показатели результативности работы, там в европейских другие, в Америке третьи, ну и так далее. И они, когда начали разобираться в этом феномене, поняли, что политически, культурная особенность влияет, конечно, на людей очень сильно. И если мы этот фактор не будем учитывать, мы будем получать проблемы. Какого рода? Например, в тех странах, где индекс дистанции власти высокий, например, азиатские страны, в России, к сожалению, он тоже высокий, то в этом случае наблюдаются высокие параметры коррупции. Кстати, в корпоративной среде тоже самое. Нежелание брать на себя ответственность, всегда желание переложить принятие решения на власть, на главную, ну, чтобы они принимали решение. А в странах, где индекс дистанции власти ниже, там наоборот, люди хотят взять на себя ответственность, хотят быть более инициативными, они могут возразить руководителю и сказать, ну, что вы за глупость делаете откровенную, давайте так все-таки в нормальное русло вернемся и будем работать. То есть, ну, таким странам, например, одно из США, да, есть еще страны ниже, там, типа Австрии и так далее, но вот что я хочу обратить внимание, когда мы берем литературу или методики или инструменты, которые созданы для американского рынка, да, для западного, где у них индекс дистанции власти ниже и пытаемся их просто бессмысленно, ну, без осмысления перенести на российскую практику, мы получаем проблемы. Я лично много раз получал управленческие проблемы. Надо понимать, что индекс дистанции власти, то есть, из-за того, что у нас разная культура, люди там и физически, и биологически-то одинаковые, но культура у нас разная, и, соответственно, методики управления, они работают по-разному. И, соответственно, например, в России, если мы ведем бизнес, мы должны закладывать больше ресурсов в нашу финансовую модель на контроль, ну, в виде там, например, информационных систем контроля, в виде, например, человеческих ресурсов контроля, например, там, асессор или аудитор периодически, который проверяет процессы. Иногда мы даже там внедряем CRM, ну, я имею в виду, компании, да, они думают, что купив программное обеспечение, у них внедряется CRM. Коллеги, это не так. Очень редко, когда берут аудиторов внешних и смотрят, как у них работает CRM. Вообще редко, когда у них есть асессор, который просто прослушивает звонки, да, а это важно, потому что, ну, я могу примеры бесконечно рассказывать, просто у меня форма доклада, но один пример, это из сферы застройщика, когда менеджер брал и просто лиды дорогущие просто удалял, как мусор. Каждый лид обходился, это была история где-то года 4 назад, тогда это 3-4 тысячи он обходился для компании, один лид. А почему он закрывал? Потому что у него висело 7 лидов, вот, и он психологически не хотел больше на себя сделок брать, просто физически, чтобы там где-то просрочка пошла и так далее, он просто брал и закрывал. Компания тратила огромные деньги на то, чтобы привлекать лиды, а эти лиды менеджер просто закрывал, делая огромнейшие убытки для компании. Поэтому контролировать это нужно обязательно, и потому что у нас индекс дистанции власти. Обратите внимание, в Википедии можете набрать, дополнительно прочитать про эту информацию, там очень плотно, очень хорошо написано про корпоративную среду. Идем дальше. Принцип студента. Тут важный какой-то такой момент, что мы, как люди, опять же, это биологически у нас сложилось, что мы до последнего откладываем работу. Вот сколько можно отложить, мы эту работу пытаемся отложить. То же самое вот в институте, уверен, у вас было такое же, когда вы делали там сессию или готовились к экзамену, там, в самом последнем-последнем момент. Мы так устроены. Это биологический процесс, опять же, потому что нам важно было, у нас был такой, знаете, такой дисбаланс, когда идти на охоту, потому что охота была делом рискованным, да, за всю нашу эволюцию. И мы там пока уже с голоду, там, не умирали, не шли на охоту. И вот когда уже было прям очень голодно, мы и шли и охотились. Но это было очень рискованно. И, соответственно, наши мозги так устроены. И поэтому получается, что мы до последнего откладываем. Абсолютное большинство, возвращаемся к кривой Гаусса, да, большинство ведет именно себя так. Есть мало людей, которых я называю там условно швейцарцами, немцами, которые прям будут начинать работу, когда сроки поставлены, и не будут начинать ближе к дедлайну. Каким проблемам это ведет? Если люди не начинают вовремя, очень большая вероятность того, что сроки будут просрочены. А если сроки просрочены, соответственно, мы получаем недовольного клиента. А если не получаем недовольного клиента, то, соответственно, мы не делаем повторные продажи. Не делаем повторные продажи, у нас плохой ЛТВ, ну, доход за все время жизни клиента. И все. А как специалист, работающий в сфере лидогенерации, я вам скажу, сейчас по большинству отраслей, с первого раза реклама, в принципе, не окупается. Кстати, Юрий Николаев об этом очень тоже подробно, детально сказал. Это действительно так. Соответственно, пока вы не начнете делать повторные заказы, вы не выйдете в эффективность бизнеса, чаще всего. Далее. Поэтому очень важно, чтобы специалисты понимали эту проблему, принцип студента. Дальше я расскажу, как решить эту проблему. И вообще инструменты я дам чуть позже. Я сейчас говорю больше о проблемах. Ну и сначала съешьте лягушку. Это тоже такая проблема. На эту тему написана целая книга Брайаном Тресси. Это один из таких самых известных бизнес-тренеров, мировых гуру. И только уже наши там тренеры по тайм-менеджменту и так далее начали этот пример брать и под свои примеры загонять. Ну, в общем, в чем смысл? Если ты приходишь на работу, с утра ты должен съесть самую неприятную большую лягушку. Потому что, если ты ее не съешь, то дальше у тебя остальные задачи, ну, ты не будешь двигать компанию вперед, ты не будешь достигать к целям. Ну, тот же самый пример, работает аналогия другая. Если ты в большой баллон сначала засовываешь большие камни, потом маленькие камушки, а потом песок, у тебя все залезает. А если ты берешь и начинаешь сначала песка, то у тебя большие камни туда не залезут. Ну, тот же принцип тут. Но люди чаще всего делают маленькие задачи, которые им привычны, к которым они привыкли. Это я убедился абсолютно есть во всех компаниях. Абсолютно. Если у вас просто нет, скорее всего, вы думаете, что у вас нет, вы просто не измеряете эти процессы. Так вот, почему люди так делают? Потому что им это проще. Они не тратят на это энергию. Они уже привыкли. Их синапсы, нейроны уже так сложились в их голове, что они понимают, как это работать. Кстати, тут же есть еще аспект, связанный с этим, почему люди привыкают через пару недель к CRM-системе, если у них есть мотивация, и для них это становится уже не стрессом. А на первый период, если вот руководитель правильно не мотивирует, то у них постоянно возникает стресс и негатив. Да потому что они должны научиться, как работать в этой системе. Таким, эти задачи, кстати, эти проблемы связаны. То есть, сначала люди хотят сделать маленькие задачи. Плюс они, когда делают маленькие задачи, у них в голове вырабатывается гормон счастья, так называемый. И они думают, вот мы молодцы такие, мы эффективные, мы хорошо поработали. А на самом деле для компании чаще всего нужно решать сложные, новые, более такие разнообразные задачи. Но они не делаются. Это тоже психологический фактор, который присутствует. Идем дальше. Объем контроля. Очень важный момент, о котором я тоже хотел рассказать. Коллеги, смотрите, если сейчас вот начали рекламировать очень много софта по контролю за сотрудниками. Я как представитель компании, который, в принципе, внедряет программное обеспечение, но я хорошо знаю матчасть, то есть, именно биологию поведения. И мы на практике внедряем и понимаем, что само программное обеспечение это всего 10-15% эффекта вообще получения управляемой системы. Большая часть, это именно биология, это менеджмент, это именно формирование привычек, чтобы у сотрудников это все отработалось и они начали с этим работать. Можно иметь плохую систему информационную, но если она будет на 10-15% работать, инструменты будут введены, это будет намного лучше, чем у вас будет крутейшая система, но будет использоваться 1%. По опыту скажу, что, например, из разных CRM-систем максимум используется компаниями 3-5% всех функциональных возможностей. Многие даже не знают, что в том же Bitrix24 есть огромное количество инструментов, которые можно использовать и нужно использовать. Поэтому сейчас их очень много. Но есть одна проблема. Есть даже сейчас программы, которые прям делают снимок экрана каждые 2 минуты, и, соответственно, можно увидеть, чем человек занят. Особенно это на удаленке стало актуально. Эти компании прям растут очень сильно. Но я вас хочу остановить от такого бездумного внедрения таких именно продуктов. Тут должен быть баланс. И вот чтобы рассказать это в виде картинки, формат этого баланса, предлагаю посмотреть на то, что я рекомендую. Вот есть тотальный контроль, когда мы начинаем трекер времени делать. Это плохо. Вот четвертый пункт не используйте. А чайка менеджмент тоже не используйте, потому что, я думаю, не надо особо объяснять, но вкратце скажу. Чайка менеджмент встречается чаще всего, к сожалению, в наших компаниях, где мы видим. То есть это когда у нас проблемы, мы обратились, решили, наорали там, и потом все начали это выполнять. И так каждый раз это происходит. Кстати, вспоминаем индекс дистанции власти. Вспоминаем те все факторы биологии поведения человека, о которых я рассказывал. Итак, что я рекомендую? Использовать схему, вот в голове держать, знаете, одна картинка иногда лучше, чем много-много томов лекций, в книжках. Вот всегда держите перед собой самолет. Вот самолет летит на высоте, ну, лайнеры пассажирские, на высоте 10 тысяч метров. Вот. На 11 тысячах метрах уже становится плотность воздуха слишком, ну, недостаточно, и он может, ну, упасть, или будет неэффективен полет больше. Ниже будет больше расход топлива. Соответственно, самое оптимальное, это крейсерская скорость, там, 900-800 километров в час и высота 10 тысяч метров. Вот я рекомендую использовать эту крейсерскую модель управления, потому что бизнес – это всегда марафон. Если вы хотите строить успешный бизнес, это не спринт, это марафон. А если марафон, у вас люди должны работать долго, потому что, если вы будете сменять людей очень быстро, если у вас там непримитивные товары или непримитивные услуги, где можно быстро заменить человека, то вы будете терять большие деньги. Я по нашему опыту скажу, что у нас человек начинает окупаться только после одного года работы в нашей компании. То есть фактически он начинает окупаться. И просто так брать и просто загрузить всеми технологиями и сделать тотальный контроль вы очень сильно потеряете. Долго не буду про эту тему рассказывать, но просто держите в голове, что крейсерская скорость. Но нельзя делать так, чтобы человек работал на пониженной передаче, потому что это сразу переведет. Помните график кривой Гаусса? Начнут превращаться люди в плохие картошки. Не делайте это так. Поэтому должны люди работать на крейсерской скорости. Есть хорошая такая поговорка, что человек с работы, сотрудник должен уходить слегка там с потевшей рубашкой. Слегка. Вот это вот критерии, но это условно. Коллеги, идем дальше. Пример работающей системы. И тут я покажу некоторые вещи, как мы именно реализовали и как мы решаем эти проблемы, о которых я говорил до этого в докладе. Самое важное, кстати, Юрий очень хорошо рассказал про возможности, про то, что может дать любая система управления, в частности BITX24. Теперь смотрите, если мы не измеряем эти процессы, мы не можем понять, а как у нас сейчас работает, а где у нас проблемы, а как эти проблемы решить. То есть мы просто не сможем их увидеть. И вот про историю с комбаном, когда Юрий рассказывал, что люди все-таки хотят проще увидеть информацию. У меня даже есть целая теория на эту тему, к которой я пришел где-то полтора-два года назад. Я понял, что это называется так, что если ты хочешь выстроить управленческую систему, ты должен выстроить легкий доступ к системе, к данным, к информации, для любого управленца. Если каждый управленец должен вести блокнот на бумаге, если каждый управленец должен там раз в четверг, вторник, среду проводить одну планерку, вторую, ну такой, знаете, такой чисто системный такой подход, чаще всего у вас все провалится, потому что у нас не воспитывают эту культуру, у нас, вспомните, индекс дистанции власти, у нас такого нет. Мы можем мобилизоваться, решить любую задачу, но вот чтобы системно, регулярно работать, это прям исключение, не правило. Поэтому у нас должен быть легкий, быстрый доступ к информации. Это очень важно и визуально быстро понятный. Это действительно очень такой критерий, без которого не будет внедрена система менеджмента. Вот есть, например, Александр Фридман, это один из самых таких грамотных специалистов по управлению персоналом, и он говорит вот технику капитанского мостика, что каждый руководитель, линейный, должен каждый день просматривать, что сотрудники сделали, как сделали работу, спланировать завтрашний день, в том числе, если есть какие-то проблемы, отреагировать. Но вот это вот, да, теории, да, это правильно. Но представьте, внедрите это в реальный бизнес, да, это проблема просто огромная. Ну, из ста руководителей двое-трое этот навык освоят. Если же у вас есть информационная система, которая в один-два клика позволяет организовать вот этот капитанский мостик, то у вас уже из ста руководителей 50-60 в течение недели, если у вас будет мотивация, могут этим инструментом пользоваться. Я вот покажу, как организован у нас этот капитанский мостик. Ну, в нашем продукте, который мы сделали. Наша платформа, наши продукты, серия, у нас есть серия модулей, которые мы специально доработали для того, чтобы расширить возможности функционала BitWix24. Именно для построения системы вот этого капитанского управленческого мостика. И я сейчас продемонстрирую просто их функционал, как они работают и что мы получаем. И чтобы у вас сложилась комплексная картина, я вам покажу. Вот стандартная система отчетов BitWix24. По каждому дню, по каждому сотруднику мы видим его отчет. Мы можем нажать на отчет и посмотреть, что человек сделал. Далее. Это стандартный конструктор отчетов BitWix24. По задачам можно делать отчеты, по сделкам. Конструктор очень такой мощный, но у него надо разбираться. Если, ну, я советую всегда обращаться к интегратору. Коллеги, это не воспринимайте как рекламу. Вы просто быстрее пройдете этот путь, а чем больше у вас компания, тем это вам обойдется дешевле. Обращайтесь, и вам быстро помогут этот путь пройти. Потом обучите вашего человека, пусть делает эти отчеты. Далее. Стандартные отчеты BitWix24. Покажу тоже, да, есть таблицы и так далее. Но эта система, мы расширили ее. Мы сделали так, что если мы нажимаем на отчет, мы видим сразу в интерактивном формате, который формируется автоматически. То есть сотрудник, вот он работает в рамках задачи, в конце дня он нажимает одну кнопку, и его весь, все работы за день, сделки, задачи, сообщения, собрания, где он участвовал, все абсолютно фиксируется в отчете. И я вот тут вижу, вижу время потраченное, вижу, сколько он сделал, чего. То есть это капитанский мостик, в один клик. Вспоминаем. Ну, точнее, помним. Дальше. Мы смотрим вот сделочки, которые у нас есть, это продолжение отчета. Дальше, коллеги, вот помните проблему с тем, что сотрудники делают сначала простые, маленькие задачи. Вот это решается вкладочкой план. Когда мы нажимаем, мы видим, какие задачи люди спланировали на следующий день. Из практики. Большинство сотрудников просто тупо переносят сначала все задачи на следующий день. А если есть руководитель, он смотрит, говорит, нет, дружище, ты взял слишком много задач, возьми эти три, поставь приоритет, который ты будешь делать по очереди. Первую, вторую, третью задачу. И это помогает реализовать эту ситуацию. Тут время переключения на задачи. И вот еще и комментарии, которые были у сотрудника. То есть сквозной доступ к тому, что делал человек. И еще один такой доработанный модуль, который мы сделали. В чем его суть? Чтобы если вам пришло сообщение от коллеги, часто люди забывают сделать. Даже если это зафиксировано в задаче, люди упускают это. Потому что комментариев очень много, уведомлений очень много. И мы назвали этот модуль обязательным реагированием. То есть если человек в задаче поставил плюсик и выдавал сотрудника, то он пока не ответит ему, у него считается, что он не отработал. А для руководителей создали сквозную систему, чтобы можно было увидеть, какой сотрудник больше всего не отвечает на обязательные реагирования и вопросы. Поэтому этим модулем мы тоже создали систему. Коллеги, я спешу, я очень много хочу дать информации и показать. Это пример системы, которая работает управление по ключевым результатам и целям. Тоже это дополнительный модуль, который расширяет функционал BITREX24. И он показывает, какая цель в данный момент достигнута конкретным сотрудникам или подразделениям. Причем все сотрудники в сквозном режиме видят всю информацию. Есть такая модель управления ОКР называется, управление по целям и ключевым результатам. Погуглите, очень хорошая модель. Я ее реально рекомендую использовать для российских условий с нашим учетом индекса дистанции власти, но ее надо адаптировать. Без информационных цифровых технологий ее очень сложно использовать. Понимаете, там на досках, на совещаниях, ну Google себе это может позволить. А малые и средние компании, ну нет. Поэтому за счет информационных технологий это легко организовать даже в маленьких компаниях. Мы доработали этот модуль таким образом, что он и ключевые результаты считает, и еще как модуль KPI работает. Ну, коллеги, у меня по времени уже мало остается времени. Вот в таком сквозном режиме можно проводить всю работу. Вот эффективность системы контроля за сотрудниками состоит из того, о чем я рассказывал. Я завершаю контент, я смогу дополнительно ответить на вопросы ваши, с удовольствием сейчас на них отвечу. У меня только один такой момент, комментарий, что, ну, первое, вот, если вас заинтересует эта модель, то у нас будет скидка сегодня 10% на все вот эти модули, и мы в рамках рассылки ее отправим. Это первый момент. И поэтому можете обратиться сразу в нашу компанию, и наши специалисты об этом более расскажут детально. Я останавливаюсь, вот тайминг соблюдаю очень четко. Хорошо. Спасибо вам большое за вашу ценную информацию. Уважаемые участники конференции, не забываем про вопросы. В правом верхнем углу кнопочка «Вопросы» и задаем. Где можно найти отчет сотрудника BITREX24? Вижу уже в чате вопрос. Напоминаю, что вопросы не в чате задаем, а в специальном окне вверху-справа. Есть раздел в BITREX, если мы говорим о стандартных отчетах. Я сейчас выведу на экран. Есть отчеты, рабочие отчеты, вкладочка. Наберите в поиске, просто если у вас есть BITREX24, в поиске наберите рабочие отчеты, и у вас выведется этот раздел, вы просто перейдете, и у вас эта система есть. Но сотрудники должны каждый день заполнять отчеты, добавлять туда задачи, то есть проводить вручную определенные манипуляции. Чаще всего люди не заполняют, к сожалению, этой информацией, и от менеджеров требуется дополнительная мотивация, контроль, и люди этого, к сожалению, не делают. Вот из нашей практики, вот если модуль реагирования, который я вам показывал, внедряют практически все компании, которые видят, но правда он только под коробочную версию, BITREX24 заточат, то внедряют практически все, потому что там особо ничего внедрять не надо. Установил, и все, все работает, все видно, кто на что не отвечает, где провалы, а вот систему отчетов, хотя у нас есть система расширенных отчетов, вот модуль, ее внедряют намного меньше компаний, потому что это надо еще внедрить, надо сделать так, чтобы сотрудники задачи заполняли, потому что если задачи не будут заполнять, то отчеты не будут формироваться. Если не будут заполнять сделки, не будут сделки формироваться. Если не будут события добавлять, то и этого не будет. Но, кстати, эта система отчета расширенных, она позволяет внедрять быстрее Bitrix24. Намного. Потому что ты в одном окне, таком быстром доступе открываешь и видишь, кто самый плохой на сегодня. Кто самый хороший на сегодня. Ну, я утрирую, но вам становится понятно, кто не работает с задачами, кто работает с задачами. В очень таком удобном, быстром интерфейсе. И внедрение происходит намного быстрее. Конечно, у топ-менеджмента, у собственника есть мотивация в этом. Без этой мотивации ничего не поможет. Хорошо. Спасибо. Вопрос, для какого тарифа подходит? Я, может быть, не совсем понял вопрос. Для тарифа отчеты, но они есть уже так называемых максимальных. Если мы говорим о стандартных функциях, о стандартном Bitrix24 и облако и коробочной версии, то там подходит для компания, тарифа компания. Система отчетов есть там. А если мы говорим о нашей системе модулей, о которых я рассказывал, расширенные отчеты, модуль реагирования, модуль ОКР, то есть контроля целей и ключевых результатов, то это подходит для любой редакции, но коробочной версии. И вот, например, мое мнение, я считаю, его тоже озвучу, потому что я уже, к сожалению, не услышал, как ответил Юрий Николаев. Мы этот момент не согласовывали. Я уже там подключался и не слышал ответа. Я скажу свою позицию, которую считаю. Я как представитель компании, который внедряет проекты и делает так, чтобы CRM-система работала, скажу так, что, конечно, лучше всего всегда ставить именно коробку, даже если у вас работает 10-12 человек. В облаке модель, конечно, если у вас 2-3-4 человека, и вы хотите наладить уже работу вашу, ну, конечно, это выгоднее поставить облако, начать в нем работать, привыкнете, и все хорошо. Потом всегда вы сможете перейти в коробку. Но если у вас компания 10 плюс человек, и вы можете по бюджету позволить сразу поставить коробку, я вам советую сразу ставить коробку, потому что вам потом не нужно будет платить за переход с облака на коробку, вам не нужно платить за перенастройки всех виджетов для того, чтобы облако работали в коробке. Вы сразу можете воспользоваться вот теми модулями, о которых мы их сделали, и, соответственно, сразу упростить внедрение. Там очень много плюсов. А модули, например, я, опять же, как практик говорю, почему мы сделали для коробки, да, потому что, когда сложные отчетные системы работают, там идет очень много обращений и там капи. И ни одна облачная система на сегодняшний день не дает откровенно качественного, хорошего API с большим объемом обращений. И мы упираемся в то, что не можем строить большие сложные отчеты. Поэтому это все делается на коробочном версии Bitrix24. Хороший вопрос. Задают, в чем секрет успешной конвертации лидов в сделке? Наверное, вопрос, который интересует абсолютно каждого. В контроле. Я вам показывал пример, что есть вот компания-застройщик, где просто лиды закрывали, удаляли в мусор. Но никто просто потом не проверял, а это действительно мусорный лид, сделка? Или качественный? Ну, просто не проверяли. И поэтому должен быть человек, который не менеджер по продажам. И это не руководитель отдела продаж. Коллеги, если вот сейчас есть собственники бизнеса, не надо это сваливать на РОПа. То есть на руководителя отдела продаж. Потому что он физически не будет слушать все звонки. Он не будет просматривать там комментарии. Нет, его даже психотип к этому не готов. Лучше наймите на удаленку ассессора. Ну, или человека, который просто контролирует. Знаете, любители детективов. Бывают такие люди. Они прям ищут все там неправильные. Вот по звонку, если стоит IP-телефония, она должна стоять. Вы прослушиваете, что это качественный лид. То есть этот человек позвонил, хотел купить у вас квартиру. А ваш менеджер почему-то это выключил как мусорный лид. Ну, то есть, а это стоит 20-30 тысяч рублей. Ну, 40 тысяч рублей, предположим. А один менеджер доставлял этой компании, этому застройщику, убытка на 3 миллиона. Просто элементарная экономика. То есть и так работает в абсолютном большинстве компаний. Если вы будете контролировать дальше, вы ставите воронку о том, что Юрий Николаев тоже рассказывал, что у вас должна быть воронка в системе сделок. Вы должны видеть технику продаж. То есть выполняется ли правильно, менеджер правильно ведет по воронке. Он не просрочил срок после того, как уже нужно было позвонить клиенту. А потом уже, что, почему сделка зависла с заключением договора или там отправкой коммерческого предложения. Это тоже должен быть контроль. Коллеги, из опыта скажу, руководители отдела продаж, вот физически, чтобы большую часть сделок проверяли, не успевают. У них куча других задач. Нанимайте асессора. Раз в квартал, раз в квартал, или раз в полгода в крайнем случае, нанимайте компанию аудитора, ну, типа интегратора нашей, которая понимает, имеет опыт в разных сферах. Они могут посмотреть и сказать, у вас CRM-воронка, можно ее улучшить, тут можно улучшить, тут можно улучшить. То есть вам это не посоветует, условно в кавычках, девочка-ассессор, который просто по-простому смотрит. Соответствует ли это качественный, некачественный? Там простые параметры. Это дешевый труд. Аудит, он, конечно, дорогой, но его стоит делать раз в квартал, раз в полгода, если даже вы не обслуживаетесь у этой компании. То есть за это надо платить. Это всегда стоит меньше, чем те убытки, которые приносятся, приводятся или получают компании из-за убытков. Коллеги, вспомните тот слайд с индексом дистанции власти. Вот то, что я рассказывал, это не банальная какая-то теория. Это вот выжженная практика, просто очень сужена, четко выданная сейчас. Вот у нас индекс дистанции власти высокий в стране. Мы должны закладывать расходы на контроль, если мы хотим больше тратить денег. У нас есть еще две минуты. Я думаю, успеем один или два вопроса. Не знаю, насколько правильно сравнивать UDS, кому что больше подойдет. Ну, наверное, не совсем, да, правильно. Я не очень пойму, какой UDS. Сравните, пожалуйста, с UDS, Bittrex24. В рамках этой конференции я не буду сравнивать. Я думаю, это абсолютно разные системы, которые невозможно даже сравнивать. Это вопрос не обсуждения. Отдельно, кстати, если у вас есть этот вопрос, напишите мне в Facebook. Мне абсолютно не жалко с вами взять, просто пообщаться на эту тему и рассказать. Ну, или в Instagram, куда вам удобнее. Найдите меня, просто напишите, я вам отвечу. Но это не вопрос, который сейчас мы будем обсуждать. Хорошо. Хороший вопрос. Как заставить заполнять отчеты? Внедрить вот эти модули, которые я говорю. И потом, вот вам просмотрите, у меня есть ролик, если наберете Манвел Манвелян, там есть работа мозга, система номер один, система номер два. Это Дэниел Кеннеман, он за это получил Нобелевскую премию, как наш мозг устроен и как мы принимаем решения. Принцип такой, что нужно просто чуть-чуть через волю, через усилия сделать так, чтобы у нас создались связи между нейронами. Вот эти шильдики, синапсы, они связались друг с другом. Когда они связываются, наши сигналы через друг друга, нейронами проходят быстрее. И мы не тратим усилия. Понимаете, если вы просто жестко скажете, что внедряем и все, у вас люди привыкнут. И еще важный момент. Люди учатся, нет, приматы учатся у авторитетов. Люди, ладно, люди то же самое, учатся у авторитетов. То есть они смотрят, как делают это руководители и повторяют. Если хотите, мы в рассылке отправим видео, и можете в Ютубе просто опять же набрать матчасть, манвел, манвелян, почему приматы учатся у авторитетов. И это как связано с CRM. Наберите, и там очень детально я об этом рассказываю. Хорошо, спасибо вам огромное за ваш доклад. Уважаемые участники конференции, попрошу вас поставить отметку от 1 до 5, насколько полезная, ценная, интересная информация была для вас. Но мы с вами прощаемся. Спасибо, удачи вам.